МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толерадуя компанию «Гомель» у студии працуя Натальи Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Прочистые митинги, реконструкции военных падей и фестиваль полевой кухни. Гомель означает 75-ю годовину вызволения от нацистских захопников. Деля здоровья и прыхажостей. У Брагине открылся спортивно-оздоровленческий центр. У детячей садни выходят из дома. Специалисты робят высновы. Те был удалым эксперимент с убудованной ушмак-поверховку до школьной установой. А зараза б гэтым иншим больше подробязна. Найважнейшее питание развития Беларуси выниких этого года и планы на 2019-е. Президент принял с докладом экономичный блок краины. Пройденный экватор бегучей пятигодки. З одного боку экономика растет, амаль во всех галинах. Однако иллюзии поспеху быть не повинна, подкресли у Александра Лукашенко. Потребование керавника державы максимально уличить усе ризики и вызначить новые пункты росту. При створении прогнозных документов повинно быть включено усе. На нараде сёння присутничали и губернаторы. Важно, чтобы у всех эти планы были поддержаны территориями. Отставать нам неприемлемо. Нам тогда не решить ни экономические, ни социальные задачи без уверенного и в хорошем смысле агрессивного роста. Но рассматривать прогнозные документы нужно ещё шею. Наше благополучие зависит в том числе от способности экономики отвечать на глобальные вызовы, которых сегодня немало. Сохраняются сдерживающие факторы. Я не вижу в прогнозных документах действий для их устранения. По выниках работы за 10 месяцев усе семь ключовых показчиков эффективности працы у Рада и Национального банка выкананная, агучана на нараде. Обмерковались сёння и финансование в наступном годе таких социально важных сфер, як ахова здоровья, адукация, спорт и культура. Уапошний час шмат дискусий было и вакул обновленного податкового кодекса. Потребование президента не нагнетать становища ясче непропрацованными документами. Гэты документ будет удоскональваться. Урачистые митинги, тематичные выставы и концерты. Сёння у Гомеля означают 75-ю гадавину вызволения города от нацистских захопников. Алексей Цюроу наведал шерах мероприемства. 11 годин ранецы, минавица на гэты, час запланованной митинги, яке проходят на мемориальных комплексах. В советском районе таким знаковым местом уже не одно 10-е годе заявляется Курган Славы. Его удвели в 1967-м, причем самый активный удел у работах промагали местовые жихары. По этой причине Курган без перебошивания можно назвать местом всенародной памяти. И когда жители узнали, что вот там насыпают Курган, побежали с детьми, с ведерками и тоже принимали в этом участие. Но в основном, конечно, эта земля была привезена строителями и воинами нашего гарнизона, который размещался в Лещенце. В 13-е годы тому у Гомеля народилась традиция добавления у Курган Славы земли, якая привезена с месту боевых подвигов советских грамадян. Причем размова не обовязковая идя об буйных битвах. У приватности сегодня на Курган Славы у Гомеля унесена земля сожлобина и Будокошалевского района, где денежили молодежная группа подпорщиков. В 1942-м годе они были арестованы и загинули. За час пройдения акции «Беларусь и земляратной славы» я ее уденеками стали свыше 11 тысяч человек, якие привезли землю с больше 400 мест. Ускладенные до мемориалу кветки знак удячности у тим, кто змогался за свободу и незалежность родимы от местовых органов улады, ветеранов и удейников войны, громадских организаций. В этот день мы думаем об одном, не дай Бог, чтобы это повторилось, не дай Бог, чтобы наши дети, наших детей коснулось такое, что коснулось нас. Дай Бог, чтобы светлый день, вот и такой, как сегодня, чтобы постоянно рады были все друг другу, человек человеку, улыбались. Ящепрос, некаких годин, центральной приостовкой урочистости, установится мемориал «Вечный огонь». Это место реального похования червона армейцев, партизан и подпольщиков, якие загинули под час Великой Отчины. Традиции проведения тут митингов утка вспомнится 70 годов. Сегодня у Гомеля наличивается около 20 помников и обелисков, яким отчинения до падения Великой Отчины войны. Самые первые в 1949-м открыли на Ляшинских Мойоках. Прос год, в 1950-м, вот тут на площадке праце, попадавали мемориалы «Вечный огонь». Ворох занял Гомель прос 58 дней после початка войны. Об героизме оборонцев можно мерковать по таких лечбах. На Гомельском напрямке захопники стратили каля 80 тысяч солдат и офицеров, каляста самолетов и 200 танков. Окупация протягивалась 27 месяцев. За этот час у Гомеля было разборено 5 тысяч будинков, путемли к усе предприемства, школы и больницы. 13-го кастричника 43-го оккупанты выдали загад о промысловой эвакуации мирного населенияства. На момент вызволения у города не было светла, тепла и воды. Город лежал в развалинах. Даже если не развалины, то выгоревшие дома. И даже по улицам нельзя было пройти, кругом был кирпич, мусор после того, как освободили от немцев. Люди выходили на работу, несмотря на голод и холод, выходили, очищали кирпичи, чтобы их можно было использовать второй раз в строительстве города. За мужность и героизм, проявленный при вызволении Гомеля, 23-м звучаниями частям было присвоено намение Гомельской. Сегодня начатки этих червоноармейцев служат уже у белорусской армии. По час святкования дня вызволения Гомеля, яны принимают дело в военном параде. Ящи праздник, как и хвилин, у быдинку областного громадского культурного центра, яны продемонструють сброю, якая находится в сучастной армии. За 75 годов шмат чего изменилось, а у темляку и у самим Гомеля. Сегодня это буйный промысловый транспортный центр, а продукция местовых предприемцев поставляется на рынке 90-х краин света. Але, реализующие масштабные планы, тут добре ведут простую истину, будучи, они придут до того, кто не памяты минулого. Алексей Теров, Сергей Лукашук, телерадокомпания Гомель. А напереды дни боей по вызволении Гомеля узнавила военно-гисторичная реконструкция. У делу ёй промала свыж ста человек. До гомельчан долучилися военно-гисторичные клубы з усёй Беларуси, а так само Москвы и Санкт-Петербурга. Яны задзенічали уникальные узоры техники и узброєння. Автомобілі, мотоциклы, гарматы. Та речі, навод на двор, я полностью отповядала листопаду 43-го. Тему протягне Яугеня Кухаронак. У 1941-м годі група армії «Центр» захопіла Гомель. 800 дзенгор знаходзівся у окупації. За гэтый час на боротьбу з гітлероцами був накерованы моцный подпольный рух. Гэт 90 – тайных груповак. Особно дзенічали партизаны. За перейд окупації простоннікі толькі пауднёвой зоны Гомельщины знищили калясямі тысяч солдат і офіцера у противника. Пустили податхон 769 ворожих шалонов. Реконструкторы особным эпізодом показали партизанську війну на передані вызвоління Гомеля. Вызволіли Гомелю 1943-м годі під час Гомельська речецькій опірації. На підступах до обласного центра противник побудавав магутную лінію обороны за сяродзю великою колькість танку і артиллєры і оказывав мостне супротивлення. До того ж, діяні наземних немецких войск уактивно підтримлювала авіація. Був приказ Гітлера не здаваць гэтых територий. Неглядячи на усі намагання ворога, советські війскі настойливо рухаліся наперед і у вечірі 25 листопада 1943-го года з трохбаку підійшлі до Гомеля. І для росського командовання спужалося махчамага окруження і почало відвод військов з між речця Сожа і Дніпра. Пад час відступління ворогі підривали усі саглянні будинки, електростанції, мосты, які сустракалі на своєм шляху. Раніцей 26 листопада Гомель був цалком вызваліна од немецких військов. Враг повержен! Советські солдати конвоїрують пленных командиру. Гомель освобожден! Врага! 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 Этому способствовало успешное наступление Красной армии. Потому что, не считаясь тяжелими потерями в живой силі і техніки, Советська армія наступала, освобождала і выбила немців. Очень сложно в наше время объяснить детям, що такое війна. Вот эти, конечно, исторические события Это показывает, как было сложно, как было трудно. Молодцы люди, которые этим занимаются, воссоздают это все. Потому что, ну, что такое телевизор? Оно не передает тех эмоций, которые, когда ты находишься в полуметре от этих событий. До падения 1943 года переломного периода в Великой Ачинной войне реконструкторы завертаются, что год, в первую чергу, чтобы ушиновать память загинулших войнам-вызволителям. Каждый из ребят максимально перевоплощается на эти полчаса в какого-то немца, в какого-то красноармейца и старается максимально актерски отыграть красиво для зрителя данную свою роль. У меня как бы в форме немецкого солдата вполне комфортно, потому что я знаю, для чего это дело. То, что у меня отец был военнослужащий, то, что у меня дед воевал в вооруженных силах, считаю, что я правильнее донесу образ врага до зрителей, до подрастающего поколения. Уражение у удельников и глядачов хопить надолго. Наглядный живой урок истории за станицу памяти на фотосдымках и в видеоархиве. Мне больше всего понравилось, как взорвался дом, и советские войска отбили немецко-фашистских захватчиков. Было шумно, громко? Да, уши заложило аж. Мне понравилось то, что взрывали, гранаты бросали, со снайперов стреляли. В голове шумело очень сильно. Не хотелось бы, чтобы повторилась еще такая война. Евгений Кухаронак, Павел Антонов, телерадио «Компания Гомель». Сегодня гомельчанам пропоновали поспробовать стравы полевой кухни. Под открытым небом на улице Ланге пройшел кулинарный фестиваль. Одразу некольки полевых кухню запросили на обед у всех жадающих. Кухары-реконструкторы сготовали солдатские стравы по рецептуре, наближенной до рациону бойцов червоной армии. Что сегодня в меню? Суперлок с грибами, каша гречневая с тушенкой, хлебушек. Было и первое, и другое, и третье. Кожная кухня представила свое особное меню. Однако все стравы без выключения сытные и смачные. Вкусно, ребята? Точно. Приятного аппетита. Спасибо. Параллельно с кулинарным фестивалем проходила выстава военной техники и узброение. Павеншовать город со святом приехал и узорно-показальный оркестр Узброенных сил Беларуси. Гомель 75 мирных годов. У кинотеатра «Мир» завтра пройдет тематичный киновечер. Просвеченный годовень и вызволение областного центра от фашистских захопников. На площади перед кинотеатром областный музей военной славы представить выставу военной техники. У фойе будут працавать фото-выстава и тематичная галерея. Прогучать песни военных годов. У зала глядачам пропануют танцевальные номеры на военную тематику. Халунная падея киновечера. Прогляд военной экшн-драмы несокрушальный. Кинопоказ почнется о 17-й године. В этот раз мы предлагаем нашим зрителям фильм российских кинематографистов режиссера Константина Максимова «Несокрушимый». Фильм, который он не премьерный. Он стартовал в нашей области месяц назад. Но мы его приобрели у российских партнеров именно специально с прицелом для того, чтобы проводить подобные киновечера во всех кинотеатрах в области. И я могу сказать, что уже на сегодняшний день этот фильм в наших кинозалах посмотрело более 2,5 тысяч человек. Год тому Гомелеу в особиле инновационный проект. Жилый комплекс с некоторых домов с убудованным детячим садом. Дошкольную установу разместили на первом по версии. Зараз ей наведывают больше, как 70 детей. Разом с выхователями яны рыхтуются справить первый день на роджение. Тем часам специалисты робят высновы. Ци был эксперимент удалым и ци варто увасаблять таке ж проекты по всей краине. Первая – видовочная. Коли тыповый детячий сад, звычайно, потребуя особного земельного участка и коммуникации, то в этом же выпадку экономия по всех позициях. Для оправдания будовництва традиционного садка каштовалов 8 миллионов рублей. Инновационный обошелся у полтора. Про тяг темы в наступном сюжете. Ну что, идем в детский садик? Да. Ты скучился по своим друзьям? Да. Пятигодовый Ягор теперь ходит в сад с радостью. Замес раннейших шести припынков на автобусе до садка ранницы у сего хвилина. Его семья год тому переехала в дом, который будывался в комплексе с детячим садом. Под дошкольную установу отдадены весь перший поверх. Теперь, чтобы отвезти сюда дитя, достаточно просто спуститься на поверх нижей. Розницу батьки отшули. Транспорт, как правило, по утрам переполненный, ребенок маленький, не очень удобно. Зимой плюс холода, морозы. Зараз детячий сад набедывают больше 70 детей. Для их группы с гульнявыми, спальнями, музычно-спортивное зало. У сады есть и своя пральня. Так само медпункт, харчблок и специальное помешкание, где батьки покидают санки, самокаты и велосипеды. С 1 сентября 2018 года открыт пункт коррекционно-педагогической помощи в нашем учреждении. С детьми занимается учитель-дефектолог. Оснащен наш садик системой видеонаблюдения, 8 камер по периметру. Для беспеки детей так само продумана угольнявая пляцовка. Помещу ее и будинкам рух транспорту выключены. Территория огороджена. У выхода у жилые подъезды и дошкольную установу знаходятся с розны бако дома. У готовом выглядзе проект жилого комплексу с дошкольной установой презентовали год тому. Гэта стал экспериментом не только для Гомеля, але и для краины у целым. Зараз праз год специалисты робят в основы. Ци был он удалым. Учреждение, которое полностью рассчитано всем санитарным нормам и правилам. Эти проекты возможны и они необходимы не только для города Гомеля, но и всей республики. Так как этот проект, он экономичный, позволяет решать проблему шаговой доступности. Дарыш и такие проекты больше подходят для новых району с молодыми семьями. Только у Гомеля плясок и для их у перспективе бачить 4 микрорайоны. До того же, за опытом, у города над Сожем едут из других регионов Украины. Ганна Ковалева, Ольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при подтримце АТН. Спарты у нас дравленчий центр открыли у городским поселку Браген у день проведения областных дожинок. Одночасово тут могут займаться до 100 человек. Открытие объекта стало протягом реализации программ развития малых родов. Ранее такие объекты были открыты у Вецы и Житковичах. Что тычется Брагена, то до открытия специализованного комплекса занятки проводили у непростосованных помешканьях. У новым будинку, який ранее належал до СААФ, разместились тренажерные залы и залы тяжкой атлетики. А кроме того, тут можно проводить поборниство и павалей боли, баскетболе, гандболе и мини-футболе. В фитнес-зале будут займаться не только профессийные спортсмены. По словам керавництва областного управления спортом и туризмом, в ближайший час тут открыются еще несколько новых секций. В Брагене культивируется тяжелая атлетика, легкая атлетика, футбол. И для этих видов спорта созданы все условия. Закуплено самое современное и самое новое оборудование. А этот комплекс позволяет здесь открывать еще отделение. И мы со следующего года приступим по комплектованию отделения борьбы, потому что здесь замечательный еще и борцовский зал будет. До инших тем. С первого снежня поширается сетка платных дорог Беларуси. В национальную систему электронного сбора платы за проезд Белтол включаются три новые участки. Это додатково 113 километров беларусских дорог. Как означают замежные специалисты, с початком работы системы Белтол Беларусь смогла в короткий термин створить сучасную систему сбору платы. Это спрояет разумному выкорыстанию транзитного потенциала Украины и по левшению дорожной инфраструктуры. Подробязности далее в сюжете. С первого декабря 2018 года В соответствии с планом развития сети платных дорог вводятся в эксплуатацию новые участки. Трасса Р-28 с 12 по 32 километр, трасса М-6, которая идет нагродно, с 57 по 134 и со 196 по 212. Пользователи платят за качество. В категорию платных переводятся дороги, которые подверглись реконструкции. Новые участки платных дорог трассы М-6 были введены в эксплуатацию. Соответственно, изначально было задумано так, что и платность будет введена с момента реконструкции этих участков. Добавляются и три новых пункта обслуживания. Сеть пунктов оплаты расположена по всей стране таким образом, чтобы пользователь до момента выезда на платную дорогу смог обратиться в пункт обслуживания, заключить контракт, пополнить баланс, сдать бортовое устройство, получить новое, заменить, проконсультироваться и так далее. В национальной системе электронного сбора платы за проезд уже зарегистрировано более 280 тысяч пользователей. База постоянно растет. При этом количество нарушений, наоборот, снизилось на порядок. В 2013 году количество нарушений к общему числу успешных транзакций составляло 0,74%. Сейчас это в 10 раз меньше. В движении по платным дорогам нужно не забыть заехать на пункт обслуживания до выезда на платную дорогу, заключить контракт или пополнить баланс и иметь бортовое устройство во все моменты движения по платной дороге. Специалисты уверяют, соблюдая эти простые правила, у пользователя не будет никаких проблем с работой системы электронного сбора платы за проезд. А своевременно узнать свой баланс информацию о нарушениях можно в режиме онлайн на сайте beltoll.by. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Взрослая жизнь для троих лицеистов началась со статьи Уголовного кодекса. Трое молодых гомельчан подозреваются в угоне автомобиля. Около трех часов ночи 25 ноября сотрудники ГАИ получили информацию о том, что на улице Каменщикова ВАЗ-2107 въехал в забор и пытается скрыться. Прибыв на место сотрудники обнаружили автомобиль, однако водителя в нем не было. В машине было разбито стекло и вырваны провода замка зажигания. Очевидец сообщил, что после столкновения из авто вышли три человека и, сняв аккумулятор, скрылись в направлении улицы Огаренко. Проследовав по указанному направлению, предполагаемых угонщиков обнаружили с аккумулятором в руках. Увидев сотрудников ГАИ, молодые люди бросились в рассыпную. Двоих удалось задержать. В отношении молодых людей 18, 17 и 16 лет возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. На территории Гомельской области за предвыходные и выходные дни было зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили телесные повреждения. Утром в пятницу в Гомеле 35-летний водитель при выезде на разрешающий сигнал светофора со стороны стоянки гипермаркета на улицу Хатаевича совершил наезд на 57-летнего пешехода. Мужчина также начал переходить проезжую часть на зеленый свет. В результате наезда он получил телесные повреждения и был госпитализирован. В Мозырьском районе в ночь с субботы на воскресенье 30-летний водитель, двигаясь по проселочной дороге на БМВ, на закруглении влево не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию. Подобные ситуации также зарегистрированы в Рогачевском и Каренковичском районах. В Гомельском районе 27-летний водитель БМВ при выборе скорости не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 34-летней женщины-водителя, которая двигалась во встречном направлении. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам быть предельно внимательными при переходе улицы, учитывать тот факт, что дорога может быть скользкой, и автомобилю потребуется больше времени для того, чтобы затормозить. Водителям необходимо помнить, что с 1 декабря требования правил дорожного движения – это зимние шины на автомобилях. Два человека погибли, и один получил ожоги в результате пожаров, произошедших на территории области в выходные дни. 25 ноября спасатели ликвидировали пожар в жилом доме по улице Первомайской в Мозере. На полу в горячей комнате был обнаружен самовольно проникнувший в дом мужчина 1971 года рождения. С ожогами 25% тела его доставили в реанимацию. Следственная оперативная группа выясняет причину пожара, а также цель проникновения в дом незваного гостя. В поселке Орлинск Гомельского района при разборке упавших после пожара строительных конструкций работники МЧС обнаружили тело хозяина дома 1960 года рождения, который проживал один. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Такая же участь постигла и курильщика 1971 года рождения, проживавшего в городском поселке Октярский. По прибытии МЧС к месту вызова языки пламени рвались наружу из окон деревянного дома. Спасатели все же проникли внутрь, где на полу обнаружили обгоревшее тело хозяина. Огнем повреждена кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество в доме. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4» Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб «Гомель» гарантировал себе место в высшей лиге чемпионата Беларуси. Обезопасить себя от вылета из элиты зелено-белым удалось благодаря удачному исходу матча в Бресте против местного «Динамо». Гостям удалось сдержать напор хозяев. Поединок завершился без результативной ничьей. В турнирной таблице «Гомель» на 12-й позиции. Завершают сезон «Зелено-белое» 2 декабря. Домашним поединком против Витебска. Северяне, кстати, претенденты на награды. Так что матч обещает быть интересным. Команды из Гомельской области выжили максимум для себя из 11-го тура чемпионата страны по мини-футболу в высшей лиге. Все победили. Правда, каждая из трех дружин три очка дались с большим трудом. Светлогорский ЦКК на последних секундах вырвал победу в поединке против Борисова 900. 4-3. А вот БЧ в концовке матча против Литсельмаша мог обменять 3 балла на 1. Но голкипер железнодорожников Владимир Стремилов отразил 10-метровый и сохранил победные для своей команды цифры на табло. Легкой прогулкой не стал и вояж ВРЗ в Брест. Местная команда хоть и не смогла победить, но серьезно потрепала нервы лидеру турнирной таблицы. После 11 туров БЧ на шестом месте, ЦКК на девятом. В Гомеле состоялось первенство Беларуси по настольному теннису среди юношей и девушек 2007 и 2008 годов рождения. Участие в соревновании приняли 64 сильнейших спортсмена в этих возрастных категориях. 11-летним теннисистам немного легче. Они не в первый раз принимают участие в турнирах республиканского масштаба. А вот для спортсменов 2008 года рождения это дебют на профессиональной арене. Волнение присутствует. В помощь юным теннисистам советы тренеров, которые знают, как справиться с мандражом. Первенство Беларуси – это рейтинговый турнир. Приглашение на него получили только сильнейшие спортсмены. Главное достояние на соревнованиях – очки. Они помогут получить пропуск на более значимые турниры. У них есть шанс попасть в более сильный возраст. Это 2006-2005 год, в котором будет проводиться и турнир сильнейших, и республика проводится по таким возрастам. У них есть шанс попасть туда, на эти более сильные соревнования, отобраться. Точно на домашнем турнире выступили гомельчане. На счету наших спортсменов две золотые медали, одна серебряная. Никан Шутов из дюшор Гомсельмаш и Виталий Дробышевский из дюшор номер два Гомеля стали лучшими в своих возрастных категориях. Второе место в соревнованиях девушек 2007 года рождения заняла воспитанница из дюшор номер два БФСО «Динамо» Анастасия Фролова. Команда Гомельской области заняла третье место в общем зачете первенства Беларуси по художественной гимнастике. Состязания проходили в Гомеле. Список лучших ожидаемо возглавили воспитанницы Республиканского центра олимпийской подготовки на второй строке сборная Минска. Воспитанницы Гомельской из дюшор номер четыре выиграли шесть наград. В личных состязаниях у Маргариты Тимошенко серебряный дубль. Гомельченко стала второй в упражнении с лентой и многоборьем. Ксения Петрова показала второй результат в упражнении с лентой. Три награды завоеваны в групповых упражнениях серебро и две бронзы. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин